здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 20 сентября ежемесячный обход тепличного хозяйства 20 числах у нас и сегодня показываю что растет так ну с чего начнем здесь у нас бегонии колиусы немножко королевских черенков остатки колиусы мы почикали собрали следующие партии новые черенка вот у нас остатки вот такие вот деревья по вырастали сейчас продаем последние четыре ящичка красота просто с такими растениями работать одно удовольствие укореняются очень просто особых болезней вредителей пока я не заметил но я и провожу обработки все своевременно естественно но все все просто супер у нас с ними это у нас пеларгонии здесь уголок душистых нарастают маточники которые нужно снова собирать черенок сейчас покажу вам что-нибудь интересненькое что цветет вот такая тюльпановидная как только похолодало на улице и в теплице петунья жила начало цвести появились новые черенки которые проснулись при жаре она себя совсем плохо чувствовала не так давно я снимал видео о новых маточниках и вот пожалуйста новые черенки которые мы выращиваем на маточник свежие красивые листья мне очень нравятся крупные жирненькие в новом грунте подкормленные чувствуют себя отлично сеянцы цинерария гибридной еще очень маленькие появляется только второй настоящий лист посев был 20 августа в этом году черенкуем плющелистные пеларгонии здесь у нас немного бегоний декоративно лиственных я в этом году активно приобретаю новые сорта мне нравится самому это растение вот так мы размножаем зиму еще постоят и уже весной будут отличные кустики это у нас новые сорта в теплице здесь уголок королевской пеларгонии тоже на себя комфортно чувствует более всего весной и осенью летом туговато хорошие черенки дают которыми нужно заняться и вообще в целом в этой теплице очень много работы много чего нужно черенковать из вегетативок только вот все что хочется не успеваем здесь у нас под нижним ярусом в основном пеларгония бегонии некоторые порядке нужно понаводить некоторые растения попропадали петунии до которых руки не дошли здесь у нас клубничка недолго и осталось потерпеть в принципе самые качественные черенки мы будем ну усики то есть мы будем собирать и высаживать в теплицу которую я сейчас готовлю вот ну те которые пропали тем не повезло но наверху у нас сушилка семян перца таким тонким слоем раскладываем и здесь они пару суток под солнцем сушатся семена перца семена томатов такая в общем обстановка в зимней теплице и теперь мы идем дальше вот только вчера ночью ездили на трассу встречать пленку это у нас в общем два рулона планета пластик украина пленка хорошая пленка она у меня стоит вот на этих двух теплицах и уже пора менять здесь у нас израиль полетив значит тут у нас торф уже запасся я думаю даже на весну хватит заранее беру эту цены скачет буду пленки она в принципе с момента когда я брал два года прошло в общем-то и не подорожала такая же цена вот это я в районе 22 купил эти районе 18 там чуть 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 больше и значит считается вот этот полетив пленка по качестве не поэтому я ее взял на зимнюю теплицу планету пластик я взял она немного дешевле она пойдет на обычные наши теплицы которые без отопления под овощи рассаду в принципе хорошая пленка я разницы особо не увидел но все-таки по тому по составу пленки как она свет пропускает вот это считается самое хорошее вот эту теплицу мы будем здесь заросли травы между пленками нужно будет убирать каждый год убираю эта пленка уже отслужила в принципе она еще хорошая пять лет она ровно стоит ну у нее нет таких особых повреждений кроме например вот такого но это мы сами порезали случайно и на этой теплица тоже вот здесь прицепе вывозили ветки это единственное исключительно по моей ошибке а так пленка еще стоит это фасадная краска еще держится с морозами она отпадает обычно будем короче пленку менять в этом году а зачем менять будем но чтобы не рисковать уже все таки шестой год пойдет вообще считается 5-6 лет срок годности но если вдруг что зима будет очень снежная льдины будут намерзать на теплице есть вероятность порезать пленку и так далее ну то есть она уже свое отживает срок подошел необходимо менять вот вот эти форточки я вырезал для дополнительного проветривания а тут с наступлением холодов черная мульча у меня только была в наличии заклеил хризантема у нас еще на бутонах стоит хвастаться красотой буду наверное где-то в середине октября следующий обзор в этом году она поздно зацветает сейчас убираем траву заросли порядке надо наводить но показываю все как есть здесь есть и в основном хорошие кусты есть конечно вот больные заболели фузариоз у нас там даже в горшках появляется но не так сильно как в огороде в том году в основном как бы все нормальные кусты живые вот я ничего не притеняю времени на это нету мы только занимаемся сбором черенков и продаем черенки а кусты ну уж как зацветут тогда и начнем выборочно похожу по теплице покажу какие у нас сорта зацветают самые ранее например вот такая корейская вот еще одна корейская красная это у нас мультифлора ну и такие которые вот вот зацветут теплица с круглым перцем и хризантемой перца всю ботву осталось убрать вот соответственно потом хризантема продавать собирали весь подряд и зеленый и красный вот что-то дозреет будем потом перебирать что-то на закрутку что-то продадим вот такая ситуация в этой теплице у нас росли томаты осталось только клубника ремонтантная сан-андре здесь кусты старые двухлетние я буду их все убирать вот только поставил стаканчики на рассаду то что укорениться успешно тут конечно часть будет выпадов вот так как мало следим за этим всем делом то что укорениться высадим новые в одну из теплицы а старые кусты мы выбросим вот это все дело перекультивируем и здесь работы закончены это у нас крайняя теплица с огурцом которая была огурец тоже весь вытащили почистили ее вот как раз сейчас я в полдня закончил пол теплицы бугры делал все делаю лопатой вот так вот первый раз сделаю может быть не совсем идеально натянута но я думаю тут нормально будет клубнику высадим вот капельный полив здесь сразу же под низом я его включу это бугры напитаются влагой и потом на ощупь будем главное чтобы не порезать этот капельный полив будем вырезать отверстие под рассаду клубники вот это вот эти все междурядья пока землей засыпал чтобы прижимала мульчу эту а потом ну я думаю солому взять сухую засыпать чтобы здесь вообще трава не росла была одна клубника на вот такие пока планы что еще здесь у нас рассыпано не травма фоска 4 столовые ложки на 1 квадратный метр примерно потому что огурцы здесь высосали много питательных элементов вот и на на осень под перекопку я соответственно немножко удобрил наш огород с перцем вот первые три ряда мы уже поубирали вообще весь урожай но кроме вот такого мелкого мы в принципе его не трогаем он ни к чему ну и всякие подвязшие есть кусты которые зарез соответственно мы их не трогаем естественно по погоде еще но пару недель морозов пока не передают а там все может быть обычно 1 октября может ударить вот за это время я хочу брать весь урожай который есть спрятать его и потихонечку убирать огород все эти кусты вот это все еще нам собирать урожая еще много я думаю примерно тонну минимум мы еще соберем с этого всего кусты конечно замученные уже от от холода от ветра от дождей перелитые хлорозят самое главное перцы висят красные симпатичные на этой ноте буду заканчивать друзья обход тепличного хозяйства ставьте лайк подписывайтесь на канал подписывайтесь также на мою группу вконтакте и instagram все ссылки в описании под этим видео там также много полезных материалов на тему тепличного бизнеса всем пока